В преддверии вот такого великого приближающегося праздника 70-летия Победы мы посчитали возможным и нужным провести такую акцию, как ветераны МВД в содружестве с юными инспекторами движения подпишут сегодня детскую декларацию о безопасности дорожного движения. Ветераны МВД поделятся с нами своим опытом, своими воспоминаниями. Задача подумать, подумать, все время, все время быть, быть, значит, ну не будем такими дежурными словами говорить, быть начеку, а все время собранными и не просто мыслями витать где-то в облаках, а значит конкретно как себя вести на улице, на проезжей части дороги, непосредственно при переходе проезжей части дороги. Все вот эти вопросы маленькой головки, значит, они должны уже на сегодня откладываться, дабы не быть поврежденным, покореченным. Все хотим видеть ваше будущее светлое, красивыми, сильными, здоровыми детьми, наша смена. И вот я так и говорю, может быть, кто-то не так подумает. Задача наша, задача наша, довести до вашего сознания и всех идущих за нами, а за нами, с вами еще поколение, строгое и четкое соблюдение правил дороги. Всем вот это понятно, да, о чем мы говорим, или непонятно, или мы забудемся, когда выйдем на велосипеде, или мы забудемся, когда побежим через проезжую часть дороги, заиграемся. Вот ведь вести и вопрос в чем. Поэтому не случайно теперь уже вопрос всемирный, не случайно на сегодня дети предмет общей работы придумали специальные кресла детские, чтобы обязательно пристегнуты были, чтобы не пострадали в самом таком еще в то время, когда тело растет, косточки растут, а вы в это время приостанавливаете за счет переломов, наездов на вас машин, эти косточки, рост этих косточек получается, конечно, очень важно. Я учился в четвертой и в девятой, и первая была такая школа, барак у газосланцевого завода. Мы жили, мы жили там за газосланцевом заводе, там среди, значит, этих водорослей, камышей и все, там трапы деревянные были, и там домишки, которые с войны уцелели, там домишки. В этой газете опубликовали вот тут, я вот и подарю, вот вам подарю, возьмите себе на память, значит, здесь вот целая страничка, это про жизнь мою как раз, надо бы им что-то и не рассказывать, но это, вот здесь вот, Аполлоныч, это моя отчесть, Виктор Аполлоныч Андреев, так вот, и заголовок, так и называется, «Аполлоныч, проверки на дорогах», вот, это уже там... Виктор Аполлоныч, а как вы в ГАИ оказались? Как я в ГАИ? Сейчас расскажу, я же дальше вам рассказываю, а дальше рассказываю. В армии служил три года срочно, первый год, как опытного водителя, посадили на победу, вот Виктор переводится «победитель» и посадили на машину, а машина так и называлась «победа». Так получилось в жизни, что потребовался начальник ГАИ, значит, город Слации, вот здесь вот, ну и меня вызвали в Ленинград на собеседование, ну и спросили, будешь ли ты инспектором ГАИ, я бы, не буду, а начальником, а начальником буду. Вот так, короткий был разговор, вот, ну и, значит, вот, с 75-го года, ну, короткий там промежуточник был, 8 лет я еще был первым замначальником милиции, а потом он был, вот, ГАИ вот это построил, а в свое время собирался летчиком стать, но меня на работу вдруг подвез, что я через 2 недели только очнулся, ему-то ногу сломали, а меня долго собирали, собрали. Вот такие дела. Ну и стал начальником ГАИ. Вот на протяжении построил, вот это ГАИ, которое у нас на сегодня, в Сузаконе на вертолетной площадке, это у меня тут хобби мое, люблю еще подвольно вертолетом управлять, вертолет на площадке, все, правда, я спрашиваю, а сколько у тебя хобей, говорит, это, как бы там ни было, у нас в Ланцах единственный из всех ГАИ, ГАИ узаконили вертолетной площадкой, которой необходимо привезти врача или увезти больного, или какого-то высокопоставленного приземлиться здесь, или какие-то чрезвычайные происшествия, это нужно. Я вот здесь в газете пишу, говорю, выступаю, что даже в Кингисеппе, такой город, активно строится, позавидовать можно, как они там из года в год расширяются и строятся, а этого нет. Я говорю, ну что ж, вот вам, пожалуйста, место, я как специалист. А вот ГИБД это. Ну, а это юбилейный знак тоже, что это ГАИ, Санкт-Петербург, ГИБДД Санкт-Петербурга, Ленинградской области. Значит, ну, это техническое высшее, ну, а это ветеран ГАИ и ВДТ. Геннадий Леонидович, у тебя тоже есть такое место, тебе, я же включал тоже. Ну, вот это вот тут вот что. Тут вам чего-то, а, вот тут чего еще вам подрасскажу. Вот знак, вот этот, мальчики, смотрите внимательно. Маленький. Маленький знак. Говорит, а что это у вас там за значок кижал? Ну, вот. А это подарок этих моряков-подводников. Моряков-подводников. Значит, я на сегодня являюсь помощником депутата Государственной Думы адмирала Комоедова, председателя Комитета по обороне России. Так вот, он мне поручил, адмирал, поздравить военных моряков на корабле. Праздник День военно-морского флота. Ребята, по-моему, что мы с ним одного года рождения. Что-то, по-моему, чем. Я родился в конце, а у начальника. Так что, как говорится, одногодний. Ну, служили мы. Вот я служил 24 года, с половиной. Я служил в милицейской группе, служил в армии 3 года, служил в Германии. Ну, учился я, учился я не в Усланцах, я приезжий. Я приехал из Белоруссии, в Питерскую область. Занимался образованием, учился примерно, вы знаете, я начинал с училища механизации, учился в школе, значит, автомобильной, учился в техникуме, учился в разных курсах, подготовке. У меня образование учился лет на 30. Я вот что хочу сказать. Очень даже не устраивает многие моменты. Я хочу сказать, многие дома построены в городе Сланцево, без учета стоянки машин. Построились дома, а машины стоят хаотически. Правильно говорю. У каждого дома стоят Кирбакас. У нас стоят машины, так, 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 не проехать ни пожарки, ни машины, ни скорой помощи. Понимаешь, отдельные дома, правильно, сделали ситуацию такую, что машины поставили, сделали как-то так, что культурно, красиво, хорошо. В городе мало занимается, администрация занимается стоянкой автомобилей. У нас были еще надежды организовать ее в пятом классе, так как в нашем классе было достаточно много карточек. У нас мечты осуществились только в шестом. И у нас сейчас вообще никаких карточек не имеется. Также мы контролируем карточки у нарушителей нашей школы. Наши ребята проводят достаточно много акций. Они стояли на переходе на улице Ленина и раздавали их съемки, действовали очень слаженно. Также мы ходили недавно в начальную школу к малышам и показывали им тоже небольшое приветствие и рассказывали им, как правильно переходить дорогу. Малыши были в восторге. Затем мы рекламировали светоотражатели, достаточно многим классом. Ребята обзавелись ими практически сразу. Почему каждый день по всему миру тысячи детей гибнут и получают травмы? Потому что предпринимаемых мер для обеспечения безопасности недостаточно. Вы, наши лидеры, политики и главы должны выслушать нас и начать действовать. То есть дети обращаются к должностным лицам. Мы дети. В будущем у нас, возможно, будет право голоса. Но сейчас помощь зависит от вас. Необходимы срочные действия. Иначе многие из нас так и не получат шанс достичь того возраста, когда их голоса будут услышаны. И именно здесь вы, наши лидеры и взрослые, можете помочь нам поддержать этот призыв к действиям для обеспечения детской безопасности на дорогах. Мы все имеем право находиться в безопасности на или около дороги. Дороги должны быть безопасными, чтобы дети могли спокойно ходить в школу. Мы хотим, чтобы везде появлялись безопасные пешеходные и велосипедные дорожки к школам. Мы хотим видеть искусственные дорожные неровности. Пусть салюты гремят, пусть оркестры трубят, пусть на солнце знамена горят, пусть проходят года. С нами мы навсегда, пусть сияет победы звезда. Пусть сияет звезда нашей славной победы звезда. Город нашей славы трудовой, слушай, Ленинград, я тебе спою за душевную песню свою. Спасибо вам.